Очень известная песня, я не знал, что это бах. Круто. Ну ладно, давайте посмотрим. Как раз таки песенка под контент, который нас ждет. Казалось бы, казалось бы, Завры выиграли монетку. Норсы семиарморные. Есть некоторое ощущение, что в принципе Завры могут реализовать этот лосс. И что в принципе Завры при хороших кубах вполне могут развалить лицо Норсом. Да? Логично звучит. Окей, первое МБ не особо сыграло. 1-1 на это. Второе МБ. Второе МБ нашло кубы. Да, напомню, что Коба не поошит, потому что здесь взятка. Смотрим дальше. Пока, конечно... Я бы сказал бы так, что если бы на месте Кобы был бы Кощей, то он с вероятностью в 99% решил бы забашить Норсов. Коба все-таки игрок, который умеет иногда абстрагироваться от желания уничтожить. И понимает, что иногда лучше просто поиграть в мяч. Да, пятиарморный Берсерк до сих пор жив. Это одна из загадок природы, на которую никто не может ответить. Первый удар не получился. Второй удар получился. Волчара поехал. Норсы внезапно начали побеждать в Норхскийскую рулетку. Не сказать, что как-то глобально, но старт определенно приятный. Вот так вот. То есть, скажем так, Коба на Лосе как-то немножко так... Не очень начал. Но с другой стороны Норсы дают, типа, пробежать Завром слева. Типа, бегите Завры. Смотрите, Коба даже, даже не максит удары. И вот сейчас создается... У несведущего пользователя и игрока в ББ создается впечатление, что... Часто, в общем-то говоря, Норсов начнут бить. Я, конечно, не хочу спойлерить. Но если мне не изменяет память, это последняя травма по Норсам в этом матче. Ну или не... Ну, скажем так, одна из последних. Я знаю, что это маленький спойлер. Но иногда, перед тем, как начать обсуждать кораблекрушение или сход поезда... Или... А, нет, слушайте, нет. Ладно, я вру. Там было больше травм. Ладно. Нет, я вру. Норсы получили 4 травмы. Но в моей памяти это не так отпечаталось. Я... Я не прав тогда. Все, сорян, пацаны. Видимо, там как-то иначе будет. Мне казалось, что там вообще был салат. Ну, ладно. Но вообще, играть с Дон Кихотом тяжело, потому что... Ну, шутки шутками. Но Дон Кихот в хорошем смысле играет как животное. Я имею в виду, что у Дон Кихота, типа, как бы правильное понимание, чаще всего, что такое наркскийская рулетка. Но вот зачем было реролить, если следующий удар тоже в 2D, я не понимаю. То есть, тут же безумие. И можно было еще попробовать. И пореролить уже второй удар. Почему Дон Кихот именно первый удар париролил, я не понял. Догадываюсь, что в этом есть какой-то смысл, но я его не уловил. На самом деле, мне очень нравится, что у Дон Кихота отбитосная игра очень сильно балансируется вот этим пареньком. То есть, как бы Дон Кихот как бы животно не играл, у него есть игрок, который делает разницу при игре в мяч. Который и нести может. И там еще много разного. Коба, естественно, повелся на чейн-блок. И как только Коба впервые за матч решил сделать чейн-блок, он не получился. Это стандартно. Но с тем же успехом можно было пореролить рычку или удар вот здесь. Макьяк. Ну или можно было пореролить второй удар. То есть, мне не понравилось, что он реролил первый удар. В этом не было никакого смысла. Немножко халявы. Немножко халявы. Пошел фолл пятого армора. Потому что могут. И пятый армор внезапно пробился. Что уже, конечно, неплохо. Поездка в скинка удачная. Ой, извини, Макьяк. Сарказм в интернете иногда настолько бывает необычен и сложен, что я, простой игрок в ББ, иногда плохо его понимаю. Потому что я столько разнообразно интеллектуальных вещей периодически слышу на стриме от разных ребят, что у меня несколько фокус смазался. Мне иногда на серьезных щах говорят вещи, от которых я как бы вот там даже не знаю, как реагировать. Есть мнение, что вот этот парень получит пятку. Ну, будет еще попытка. Ну, ПО нету, так что ассист есть. Я имею в виду, нету ПО, чтобы запоошить. Так бы Кихот бы поошнул. Хе-хе-хе. Гюрза выжила. В целом, Дон Кихот более-менее неплохо перекрылся. Вообще, иногда удивляюсь, насколько Норсы быстро бегают. Не, я скорее к тому в Анях, что иногда приходят люди и абсолютно без иронии на голубом глазу говорят вещи а-ля ну, вообще-то дарки должны перебашивать дворфов. Или три-два плюса это вообще-то сложный гол. Или и от тех же людей типа ну, пять плюс это вполне ок с реролом все заслужено. Ну, и прочие вещи. Я, я как бы потихоньку к этому привыкаю. Или кто сказал, что восемь МБ Клавс должны наносить урон? Дружеские обнимашки плюх-плюх. Привет, инсейн куб. Спасибо еще раз за игру. Тебе надо во-первых, мне кажется, что ты выбрал очень непростую команду не только про ситара. Про ситара в меньшей степени ситара все-таки тонкий тролль. Так вот, инсейн куб. Во-первых, мне кажется, что нургли сложная команда для старта. Я человек, сыгравший там 500-600 игр на нурглях, совершенно серьезно говорю, что нурглями играть трудно. Это раз. Во-вторых, тебе надо бы, конечно, подтачивать банальную механику. Местами чувствуется, что у тебя именно механические действия немножко хромают. Вот так вот. Но в целом ничего так. То есть, если убрать из твоей игры вот всякие ошибки а-ля лишний 4+, а-ля там забытая тупку и вот это вот все, то в принципе нормас. Скажем так, в твоих действиях чувствовался разум. С учетом того, что я 99% времени по мнению чата хирососю людей про их уровень игры, можно считать, что я тебя почти похвалил. Нет, оценка рисков как раз была нормально. Там именно проблемы с механикой. То есть, нету вот этого автоматизма. То есть, то, что я делаю без ошибок за 15 секунд, НСН Куб делает там за 3 минуты и с ошибками. Именно на механике. Типа вот про забытую тупку, про там еще что-то. То есть, ну, такое бывает. Я тоже на старте очень много привозил этих вещей. Ну, что? Верим ли мы в мяч, который защитит себя сам? Ну, странно, кстати, что сначала не фол по силовому. То есть, как бы, ну, ладно, в конце можно было по... Ладно, ладно, окей. Разменялись ужасными дайсами. То есть, 1-2-2-2 кинули Завры, и тут 1-2-1-2. Просто я немножко удивлен, что именно стаклом полетел, а не решил пойти в 2 куба, но без стакла. Слушайте, мне стало секундочку. Давайте сделаем маленькую поправку. Мне интересно проверить вероятность. То есть, это был 3-2-2-2-2-2-2-2. И второй вариант Самбо 2-R 2-D-1. А! Ну, как бы с реролом-то оказывается разница в 4% в пользу варианта Кихота. Тогда прошу прощения. Мне казалось, что все-таки не, ладно, математика сказала, что Дон Кихот сыграл хорошо. Без вопросов. Все мои претензии назад идут. О, заодно еще рерол вытащил. Да, да, я, это была ошибка. Ну, вот у тебя ошибка, которая могла стоить матча намного раньше, когда ты ударил моего бегуна в атаке, подошел, а потом, типа, забыл, видимо, что подошел и кинул 4 плюс додж. Потому что, если бы он не прокатил, я бы после этого просто сел бы на мяч, ты бы уже ничего не сделал бы. То есть, это вот была такая вот фиговинка. Ну, там тоже было зверя, ты, кстати, не пошевелил в начале моей атаки в конце второго тайма. Рерол забыл на 16-й ход. Ну, то есть, такие вещи, которые, как бы, нужна практика, чтобы они пришли. Ну, а так, типа, по факту, твой единственный шанс играть на победу в этой игре. Ух ты. Все-таки камень догнал пятиарморного паренька. Так вот, в любом случае, это был очень плохой матч, в том плане, что единственный более-менее адекватный способ в этой ситуации обыграть гномов, это захайролить. То есть, если бы ты кинул бы какую-то приятную шару на травму или на что-то подобное, то тогда были бы шансы там посноуболить. Но, в любом случае, это, типа, обычный ничейный матч. Если у гномов есть пробой, то это обычно победа гномов. Так что, в любом случае, на этом ТВ это очень неприятная игра для нурглей. У тебя, конечно, кубы были весьма неплохие, но, в целом, окей. Так, отпустили. Но пятерочка его нашла. Ну, Дон Кихот пэошнит. Да, я читаю Кихота как открытую книгу. Если Кихот может пэошнуть, Кихот пэошнит. На Лоу ТВ у нурглей есть приятные игры? Да. Другие нургли. Хаос. Отчасти вампиры, если им не прет. Надо подумать. Может, что-то еще есть. Наверное, все. Ну, вообще, даже против голых гоблинов бывают очень неприятные игры, потому что если гоблин умеет играть, там тяжело. Так, заехала, наконец-то, травма. И Дон Кихот не лечит минус мув. Я... Ладно, я не ругаю Кихота, но я бы минус мув, наверное, лечил бы. Меня это немножко удивляет. Ну, ладно. Зачем Завр подошел под подскок, мне непонятно. Ну, то есть, гол, конечно, у Кихота сейчас выглядит, мягко говоря, маловероятным. Завр очень грамотно его обжали. Я вообще очень люблю смотреть. Невероятно жадная игра. По десятибалльной шкале жадности это что-то в районе девяточки. Дон Кихот умеет иногда удивить, как говорится. Я бы сказал бы, что прям он вот прям грех жадности, как в этом всем смертный опа. Ну, стоит сказать, что пока что, пока что, спасибо аптеке, етик себя отрабатывает просто как папашка. Вот тут стоит как бы кроксегор. Я как бы, вы понимаете. здесь, кстати, можно было сыграть интересно. А, он минус мувный. Просто можно было ударить здесь, точнее, сначала подвести вот сюда скинка, ударить, протолкнуть трупик, потом ударить здесь и трупиком дать. Но здесь мувы не хватит из-за того, что он минус мувный. Ну, ладно. Спасибо, InsaneCube за фоллоу. Только не обманывайся. Я обычно супер неадекватный, горящий и так далее и тому подобное. Просто сегодня какое-то немножко другое настроение. Ну, на самом деле орки вполне могут играть, пока у гномов нет гордов. Грамотные дарки могут вполне играть, пока нету там чего-то такого. То есть, на самом деле, это не такой простой матчап для гномов. То есть, конкретно обыграть гномов, ой, минус реролл. Ну, теперь вероятность гола Дон Кихота стала мизерной, в принципе. Потому что ему надо еще... Я бы скорее в этой ситуации давал бы пас сюда, ловил бы и делал бы выбегание через Додж с Блицом, а не делал бы Блиц по скинку. То есть, Блиц по скинку это типа от Кихота отчаян... Не отчаяние, это попытка получить преимущество на второй драйв. Ну, у Кихота еще... есть еще один лонер, который забивает. Ладно. Так. Так. Окей. Да ну не. Но это был сложный гол. Ну, без шуток, это был прям сложный гол. То есть, сейчас я... Давайте посчитаем. То есть, это было 3 плюс, 2 плюс, 2 плюс. 3Р. 3Р. И что там еще? 3 плюс, 3 плюс, да? 3 плюс, 3 плюс. Ну, с учетом того, что рерола не было, с учетом того, что рерола не было, пропускать 18% гол в этой ситуации обидно. То есть, Коба в целом хорошо обжал, хорошо встал. Я бы сказал бы, что в принципе сыграл лучше Кихота. Так, минус Заврик и минус Приплод. Окей. Я, может, пропустил одно ГФИ? А, ГФИ перед пасом было. Да, еще меньше, да? Сейчас проверю. Нет, ГФИ перед пасом не было. ГФИ я оба прописал там. Милорд, ну, как-то ваши... Да, слушайте, как неприятно. На самом деле, с учетом того, что тут еще играть и играть, потери ассистящих скинков, пусть даже лонеров, это неприятно. Ну, в принципе. Но, Йети... Йети сделал уже два минуса и колокол. Сказать, что Йети отработал в этой игре максимальный... На самом деле, Йети просто сделал такой чудовищный импакт в довольно прохладном матче для Норсов, Йети делает его прям как надо. По старой доброй традиции, Коба не теряет надежды сломать пятый армор. Но он все-таки сделал это. Мы рады. Мы рады. Естественно, без перманенток. Если все время бить в слабую точку, рано или поздно она должна сломаться. Этот момент наступил. Я еще думаю, что было бы неплохо, если бы Кихот если Йети доживет, добрал бы ему последним апом этот подскок для полноты эмоций. В принципе, Дон Кихот правильно идет на победу. Ну, не на победу, на гол. Уточним, на гол. Здесь уже сложная ситуация и как бы перекрыть... Вот это вообще конечно риск. Потому что надо еще ронять вот этого, надо ронять пятую силу и Йети делает третью травму. Три травмы и колокол. В соло. Вы понимаете? В соло! И, кстати, этот додж был очень нужен, он прокатил. Это был очень важный додж. Честно сказать, Кихоту конкретно в данную минуту реально дико завозит. То есть, вот последние там два хода для Кихота это прям вау. Нашли все-таки дайсы в линейку. Еще и минус. Вот теперь травмы кончились по Кихоту. Делаю маленький спойлер. Но по сути, то есть, смотрите, отлетел, отлетело два лонера, пятый армор, ну и окей, нормальный берсерк. Вот это красиво. Вообще, конечно, масс БТ на Заврах смотрится реально опасно, неприятно, сложно и эта штука раздражающая. Коба неплохо поджал. Очень приятная шестерка и правильный и это не блиц. Ну, вообще, вообще, на мой взгляд, вот это чистый авантюр четвертая травма от Йетика. О, господи. Ну, вообще, на мой взгляд, ну, фолл правильный, кстати, фолл правильный. Но, ребята, ну, что-то Йети как-то не очень, по-моему, хороший не блиц. Ну, слушай, ну, знал бы, кто мог подумать. И естественно, мячик не выбит. Естественно. Ну, у Коба нет выбора. Пришлось пойти на отчаяние и игра говорит да, да, выкуси, жадное животное. Еще и идеальный скаттер, кстати. И вот в этот момент игра стала намного интереснее. Казалось бы, как бы, Норсы играют очень странно. Вот так вот. И, честно говоря, не очень заслуживают результата, на мой взгляд. Слушай, это точно колян. Я бы с такой коровой Блицпит бы вообще изи одной ею выиграл бы. Вообще, Норса обострелит. Ну, сейчас же не будет минуса. Ну, сейчас выталкивание, наверное, может прокатить, да? Нет. Рерол! Да! Я знаю! Я читаю Кихота, как открытую книгу, ребята. это... Пятая травма! Демон, успокойся! Стап дуин зис криминал скам! Ну, вообще, конечно, по-моему, это абсолютно незаконно. Ну, то есть, я не знаю, типа, клавса не должна так работать. Никогда. Ну, окей, последняя травма была не склавсы, но, согласитесь, что все равно это дико просто. Йети в соло, в соло, дал пять травм и один колокол. То есть, можно сказать, что один шерстяной комок победил всю команду. Абсолютно. Я хз, я такое настолько редко вижу. Вот здесь, мне кажется, Кихот ошибся. Здесь надо было реролить, потому что сейчас скинг уйдет в в рейндж недоступности и на этом игра проиграна. Ну, вообще, да, шерстяной волчара, конечно, работает. Без вопросов. Короче, Кихот, на мой взгляд, сейчас отдал игру. Но, окей. Ладно, давайте скажем так. Все, что делал в этой игре Кихот, играл в наркскийскую рулетку. И ему очень перло в наркский рулетку. Но при этом я не могу сказать, что мне очень нравилось то, что делает Кихот в этой игре. То есть, ну, окей, тут еще повезло, что скинг немножко пофейлил и шансы остаются. Вообще, это чудовищный матч. Я на месте Коба не знаю бы. Визжал бы, как квапа на на харде. Давай, побежали. Я даже не знаю, что меня больше удивило. То, что Йети не сделал травму или то, что Кихот не пошел в мяч. Я не знаю, что из этого было более диким. Вот много вопросов, мало ответов. Окей. И, казалось бы, Коба молодец. Коба сделал в этом матче все, и у него четыре игрока на поле. Ну, ладно. Три игрока на поле. Как говорится, пощады не будет. Сегодня мы вам пощады не принесли, извините, пожалуйста. Сегодняшняя доза пощадки, как бы, ее нет. Я честно, вот, когда Кощей тысячу раз рассказывает о том, как ему не прет, я вот смотрю любую игру Кобы, и у меня волосы шевелятся примерно везде. Потому что то, что здесь происходит, это... я не знаю, что сказать. То есть, что это такое? Как вообще такое может происходить в одном матче? То есть, все выбитые здесь Завры, все выбиты Йеттиком. Так бы, это как бы настолько ненормально. А где фол? Ну, так ли нужен фол в этой ситуации Рутуре? В итоге теперь гол через 3 плюс и 2 Р. Вкладочка. Ну, я бы сказал бы, я бы сказал бы, что Дон Кихот делал все, чтобы не выиграть этот... Дон Кихот делал все, чтобы проиграть. Но Нафл сказал нет. Нафл сказал, что это невозможно. Отдать такую игру просто нет возможности. На поле целых 2 игрока Норс Завров. Не, ну не знаю, Колян, слушай, мне кажется, что когда 1 1 Йетти делает получается 1, 2, 3, 4, 5, 6 травм и колокол, это как-то дохрена. Ну, это очень много, серьезно. Ну, игра говорит, что как бы ты даже лос не побьешь. Но Коба, как прошаренный игрок, знает, что нужно делать в такой ситуации. Это фол уважения. Фол настоящего неприкрытого уважения. Ну да, 45 отборов, 8 травм. Я считаю, что это баланс. Вот. А тут 4 травмы, ну почти баланс, окей. А по итогу вообще выбыло 9 игроков, потому что еще было выталкивание. Нормально. 11, 21, 28 опыта заработали Завры. Ой, Завры. Норсы. Броня 55, травма 52. Я могу только посочувствовать Кобе. Это, конечно, матч просто за гранью.